Привет! В этом видеоуроке мы познакомимся с такой вещью как провайдер, мы будем брать данные из хранилища и вставлять их прямиком в различные компоненты. Также заходите на сайт itproger.com, ссылка на данный урок на сайте будет в описании к видео, здесь вы найдете домашнее задание, готовый код и многое другое, ссылка в описании. Суть такова, у нас должны быть компоненты, в которые мы будем из хранилища помещать информацию, то есть в эти компоненты. Компонентов, как вы понимаете, может быть огромнейшее множество на веб-сайте, то есть любой блок сайта, это по сути может быть компонентом, и в компоненте могут быть другие блоки сайта, то есть другие компоненты. Соответственно, я предлагаю создать новую вообще папку, это будет удобнее в дальнейшем, например, которую мы назовем компоненты. Соответственно, в этой папке мы создадим еще один новый файл, это как раз уже будет наш основной компонент. Ну, к примеру, мы давайте его назовем веб-пейдж, вот так мы его назовем, веб-пейдж.js. Сюда же нам первым делом необходимо импортировать React, поэтому пишем import React и from React. Ну и все, соответственно, React у нас импортирован в этот файлик. Теперь же мы создадим с вами на первый взгляд нечто очень непонятное, но это просто упрощенная форма функции. Соответственно, давайте мы это напишем, константа, назовем ее как, например, веб-пейдж, вот так. И дальше пишем, ну, как я говорю, нечто непонятное, вот примерно вот такую вот структуру. Что это такое? Это, по сути, просто упрощенный вид функции, где здесь, вот в этих круглых скобках, мы можем указывать различные параметры для нашей функции веб-пейдж. А в этих круглых скобках происходит абсолютно, ну, это тело нашей функции, да, то есть здесь мы можем все, что угодно вписывать. То есть это такая вот упрощенная форма написания функций. Как и любой компонент, этот компонент должен возвращать какую-либо HTML-разметку. Соответственно, мы это как раз здесь и будем возвращать. Поэтому мы здесь просто пишем GIF, его также закрываем, и внутри него пишем что угодно, в принципе. В моем случае это будет, пускай, некий заголовок, H3, и здесь будет написано CARS. То есть это будет список всех вот машинок сверху, и снизу под этим будет еще один заголовок, пускай это тоже будет H3, и в нем будет написано, пускай, упс, 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 DETAILS. Вот, то есть детали, ну, характеристика как бы от какого-либо автомобиля. Кроме того, мы можем здесь еще дополнительно прописать, например, HR, то есть горизонтальную такую линию провести. Ну, и, наверное, ее и оставим, да. Теперь, последнее, что нам необходимо дополнительно здесь еще сделать, так это экспортировать весь этот файл, как мы это делали с вами ранее с редюсерами. Вот, значит, мы пишем следующее. Export и Default, и последнее мы пишем название нашей вот этой вот функции. WebPage. И все, в принципе, с этим мы всем здесь разобрались. Кстати, поскольку этот компонент у нас будет самым основным таким компонентом, по сути, в него мы будем встраивать другие какие-либо компоненты, значения различные, то было бы логично, к примеру, здесь подключить CSS файл, то есть import, и здесь просто указать путь к CSS файлу. То есть, упс, упс, выйти из этой папки, соответственно, зайти там в папку CSS, если бы она у нас здесь была, и там, например, style.css. Ну, или просто style, например. То есть, это было бы логично, но, по сути, мы просто не будем играться с CSS, поэтому я не буду его подключать. Но вот, если вы будете разрабатывать полноценный веб-сайт, то вот таким образом можно подключать CSS. Теперь было бы неплохо отобразить этот компонент непосредственно на страничке. Каким образом мы это сделаем? Мы зайдем index.js, где мы, в принципе, создавали хранилище, и здесь подключим новый, вернее, импортируем новый файлик, который будет называться как раз Provider, то есть это функция, по сути. Вот, значит, мы пишем import, дальше опять-таки фигурные скобки, мы здесь пишем Provider, и дальше from из модуля, который у нас называется React Redux. Вот такая вот штучка. Таким образом мы импортировали Provider, который как раз и будет обеспечивать нам то, что мы будем непосредственно связывать наше хранилище и наши компоненты воедино. И следующее, что нам необходимо сделать, это импортировать тот компонент, который мы хотим отобразить. В моем случае это WebPage. Поэтому мы пишем import, дальше мы пишем WebPage, дальше мы пишем, откуда мы его импортируем. Ну, соответственно, я его импортирую из той же папки, только вот папочка здесь, и я ее, кстати, неправильно назвал, давайте мы ее rename, и здесь components. Вот так оно вообще-то пишется, соответственно, так и напишем. Так, пишем components, и в ней находятся файлы, которые называются WebPage. Вот так он у нас называется. Теперь, все, что нам необходимо сделать, это, в принципе, вывести вместо вот этого H2, вывести сам WebPage. Каким образом это мы можем сделать? Точно так же, как мы это делали в React, вместо вот этих привычных нам HTML тегов, мы пишем тег, который называется WebPage, вот, и его тут же закрываем. Теперь мы здесь можем все это обновить, и у нас, по-видимому, есть одна какая-либо ошибка, поэтому давайте я сейчас секундочку открою консоль, посмотрим. Ошибки довольно-таки простые, и, по сути, возникли только из-за моей невнимательности. Во-первых, в WebPage здесь hr, ну, вообще, все вот эти вот одинарные теги необходимо закрывать дополнительным слэшем. Это такая структура, соответственно, либо второй закрывающий тег, ну, как, например, div, div, h3, h3, вот, либо просто слэш, ну, и тогда оно не будет, тогда оно, вернее, будет все верно срабатывать. Вот, это первая моя ошибка. Вторая же ошибка заключается вот тут прям суперневнимательность в том, что я добавлял description к каждому из наших объектов, ну, вот этот card, да, и здесь после description я просто не ставил запятую. Соответственно, у всех этих трех объектов здесь необходимо поставить запятую перед emg. Вот, все это сохранить, и тогда у нас здесь в консоли ни единой ошибки нету, мы можем это все закрыть, и выводится cars и details. Соответственно, это как раз то, что мы хотели, чтобы выводилось, cars и details. Вот, причем cars мы давайте сделаем h2, например, чтобы он немножко был побольше, вот, к примеру, таким. И теперь по поводу, по поводу провайдера. Смотрите, сейчас мы просто отобразили компоненты, по сути мы ничего интересного не создали, то есть мы использовали самое, что не есть обычный React, потому что мы просто взяли компонент в AppPage и его всунули в рендер, и все. Чтобы как раз использовать хранилище, использовать данные, которые находятся в этом хранилище, нам требуется провайдер. Поэтому мы должны сделать с вами следующую вещь. Мы должны написать провайдер, открыть этот тег, и его просто закрыть. Вот, и в него уже вписать те компоненты, которые мы хотим срендерить. Вот, к примеру, веб-пейдж в моем случае. То есть, по сути, у нас абсолютно то же самое сейчас получилось, вот, только мы это уже отображаем через провайдер, и в провайдер мы можем сюда добавить, ну, скажем так, атрибут. Вот, и этот атрибут, store, он будет называться, в него мы передадим как раз наше хранилище, то есть название вот этой нашей переменной. store, ну, они у нас одинаковые в данном случае. Таким образом, все эти компоненты, которые здесь у нас уже будут, в нашем случае это просто веб-пейдж, они будут иметь доступ к хранилищу, ко всей информации в ней. И, соответственно, к cars мы сможем выводить всю информацию, например, и так далее. Вот, это мы уже будем делать в следующих видеоуроках. В этом видеоуроке мы с вами именно создали новый компонент, отобразили это все на сайте. И, главное, мы теперь используем хранилище, используем компоненты, и именно уже используем функции Redux, что очень-очень здорово. На этом видеоуроке у нас все. Подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте, переходите на сайт itproger.com, все ссылки будут в описании к видео. До скорых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok